Новости Петербурга в прямом эфире. Меня зовут Валентина Вожигова. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Ликвидация дисбаланса между жилой застройкой и социальными объектами. Губернатор Александр Беглов провел рабочий объезд новых кварталов выборской стороны. В полку офицеров прибыло. Дипломы и золотые медали об окончании высших военных учебных заведений в Петергофе получили почти тысячи выпускников. Некоторые уже побывали в горячих точках. Примесла в моде и что носили в празднике первые красавицы Ямбурского уезда. Фестиваль народных промыслов Ленинградской области развернулся в этнографическом музее. В поликлинике Центр соцобслуживания населения Дом молодежи Сквера губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Выборгского района проверил работу новых социальных учреждений и осмотрел благоустройство общественных пространств. Особое внимание на ликвидацию дисбаланса между жилой застройкой и инфраструктурой. Как заявил сегодня городоначальник, эта проблема во всех районах города будет решена до конца года. Александра Корнева с подробностями. Объезд начался с осмотра двух новых поликлиник, которые недавно начали работу в квартале Северная долина, недалеко от станции метро Парнас. Строители выполнили поручения главы города и взрослую поликлинику возвели досрочно. Медучреждения построили за счет городского бюджета и оснастили всем необходимым оборудованием. Теперь жители района в одном здании могут получить консультацию практически всех профильных специалистов. В поликлинике есть и дневной стационар, открывается круглосуточное травматологическое отделение и центр реабилитации. При этой поликлинике будет размещено районное эндоскопическое отделение. Не только жители Северной долины будут здесь лечиться, но и все граждане, которые прикреплены к 117 поликлинике. Свою поликлинику давно ждали и маленькие жители Северной долины. За первые три месяца работы детское отделение приняло уже 8 тысяч пациентов. Вам нравится поликлиника? Очень-очень хороший поликлиник. Все современное, персонал отличный. В покупку оборудования город вложил 233 миллиона рублей. В поликлинике есть соляная пещера и два бассейна. Для удобства посетителей губернатор поручил организовать дополнительный маршрут общественного транспорта и оборудовать остановку рядом с поликлиникой. Подготовьте мое поручение об организации движения к этим поликлиникам и об организации остановочных пунктов. Также губернатор дал поручение к 1 сентября ввести в эксплуатацию школы и детские сады, которые строятся в Выборгском районе. Здесь уже при активном содействии правительства Санкт-Петербурга, вашей, Александр Дмитриевич, мы сейчас в ближайшее время увеличили количество введенных в действие детских садов. Уже введено 8. На данный момент строятся два детских сада. Значит, тоже вот один до 1 сентября, стремимся открыть второй чуть позже. Стремитесь, откройте. Обязательно. Это хорошо, надо открывать просто. Еще в 2019 году в новых жилых кварталах, которые активно возводили в городе, крайне остро стояла проблема нехватки социальных объектов. Жители обратились за помощью. По словам Александра Беглова, все пять лет велось последовательное строительство. И уже в этом году вопрос дефицита социальной инфраструктуры будет окончательно решен. Нам достался большой дефицит социальных объектов. Школ, детских садов, поликлиник и в том числе и больниц. И вот Северная долина – один из таких примеров, когда строители строят жилье, а город должен строить социальные объекты. Мы изменили этот порядок. Сегодня у нас работает градостроительная комиссия, где сколько построят жилья, столько должен отдать социальных объектов. Следующая точка в рабочем маршруте губернатора – комплексный центр социального обслуживания населения на проспекте Просвещения. Здесь особое внимание петербуржцам серебряного возраста. Есть курсы иностранных языков и компьютерной грамотности. Такой же центр, как на проспекте Просвещения, вскоре откроют и в Северной долине. Губернатор поручил выделить средства на ремонт и оборудование нового помещения. Сегодня Петербург – один из самых социально ориентированных регионов в стране. Различные меры поддержки получают более 2,5 миллионов человек. А общий объем социальных выплат за последние пять лет вырос более чем на 60%. Сегодня у нас сеть социальных объектов по всему городу. У нас социальная служба – одна из лучших в стране. Это не я отмечаю, это говорил и президент. В социальной сфере сейчас заняты почти 20 тысяч специалистов, которые хорошо знают, в чем нуждаются их подопечные. Именно работник сферы социального обслуживания Ирина Андрюнина ранее обратилась к губернатору с предложением вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Александр Беглов предложение поддержал и через несколько дней озвучил просьбу на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства согласился, что это решение справедливое и своевременное. В диалоге с жителями активно решаются и другие вопросы в городе. Губернатор Александр Беглов проверил, как идут работы по благоустройству в сквере Александра Матросова. Здесь появятся детские и спортивные площадки. Будет дополнительное озеленение и освещение. За пять лет город получил 226 новых общественных пространств. Еще 48 появятся в этом году. А в доме молодежи Фарпост создают современные интерактивные проекты и развивают традиционные студии. Здесь проходит более 350 событий в год, в том числе профориентационные мероприятия, конференции и виртуальные экскурсии. Историческое здание на Большом Самсоньевском проспекте было полностью реконструировано по поручению губернатора Александра Беглова. От лица всей молодежи Выборгского района позвольте сказать большое спасибо за ваше помощь и содействие при реставрации этого замечательного здания. Александр Беглов обсудил с молодежью, какие еще направления деятельности они бы хотели развивать в Форпосте и поддержал историко-патриотические инициативы ребят. Александра Корнева, Алексей Погодин, Дмитрий Недодаев. Новости телеканал Санкт-Петербург. Из-за соревнований по легкой атлетике в выходные в центре города вводятся временные ограничения в движении транспорта. До 23 часов 59 минут 16 июня будет запрещена остановка на 18 участках, включая Исаакиевскую площадь, Дворцовый проезд, Университетскую и Адмиралтейскую набережные. До полуночи 17 июня будет закрыто движение по нечетной стороне набережной реки Мойки вдоль Синего моста и другим участкам. Также завтра движение транспорта ограничат из-за проведения праздника Курбан-Байрама с 7 до 9 часов утра будет недоступен Московский проспект от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, Конный переулок от Малой Посадской до Кронверского проспекта, Крестьянский переулок и другие улицы. Кроме того, с нуля часов до 9 утра на этих же участках будет действовать запрет остановки транспорта. Подробную информацию можно узнать на сайте дирекции по организации дорожного движения. Медали и нагрудные знаки получили лучшие выпускники высших военных учебных заведений системы материально-технического обеспечения. Торжественная церемония объединенного выпуска прошла на плацу военного института железнодорожных войск и военных сообщений в Петергофе. В парадном строю почти тысяча офицеров, 196 выпускников получили дипломы с отличием. Более 20 удостоены золотых медалей. Некоторые из них уже имеют боевой опыт и удостоены государственных наград. Общие впечатления об окончании у меня остались только положительные. Буду с любовью до конца относиться к этому месту, к офицерам, к преподавателям, которые все время обучения вкладывали свои знания и передавали нам свой опыт. На торжественной церемонии офицеры совершили ритуал прощания с боевыми знаменами. Училище произнесли символическую клятву выпускников. Исторические лекции, гончарные мастер-классы и показ мод. В этнографическом музее стартовал фестиваль народных промыслов Ленинградской области. На подиум вышли выпускницы Центра ремесленных традиций. Они представили костюмы Ямбургского уезда Петербургской губернии. Тогда первой половиной 20 века назывался Кенгисепский район. Подобные наряды женщины носили только по праздникам. Их украшали специальным орнаментом и кружевом. Вот этот воротник называется блойка. Он мог быть накладной, как в моем случае, так и пришивной. Шейные украшения. Мы делали бусы из стекла под жемчуг. И головной убор-колбочку. Градецкая роспись, хохлома, кжель. Это же тоже традиционное народное художественное промысло. У нас в Ленинградской области тоже есть свои. Но далеко не все об этом знают. Это волховская роспись, тесовская роспись. Это аятская керамика. Также опытные мастера делятся секретами работы. Рассказывают о вязании, росписи по дереву, обработке керамики. К примеру, прямо на глазах зрителей с глины создали специальный сосуд. По задумке авторов он символизирует душу ижорского народа. Фестиваль казачьей культуры прошел сегодня в Приморском парке Победы. Открылось мероприятие торжественным построением подразделений. Участники развернули флаг России размером 20 на 10 метров. После молебна в музыкальной программе выступил ансамбль казачьей песни и пляски. Всего свой репертуар представили 11 коллективов. Культурное наследие, которое передается из поколения в поколение, казаки, они бережно его хранят. И хорошо, что существует такой праздник, когда можно вот эту культуру показать всем остальным людям. Потому что в песнях, в танцах передается та история казачества, которая существовала веками. Участники казачьего фестиваля продемонстрировали навыки владения холодным оружием. Рубку шашкой и фланкировку двумя саблями. А также технику работы с охотничьей плетью, арапником. Для гостей проходят мастер-классы по стрельбе из лука и метанию ножей. Мероприятие проходит при поддержке комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге. У меня на сегодня все новости, больше информации на сайте телеканала и в социальных сетях. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова